Здравствуйте, меня зовут Дельман Александр, и я расскажу о конвертере формальных языков, который мы из студенческой группы разрабатываем на кафедре U9 МГТУ имени Баумана. На прошлогодней конференции мы уже докладывали о процессе разработки общей концепции, но появилось желание продемонстрировать довольно интересную структуру, а еще рассказать, где нам удалось применить конвертер помимо непосредственно учебных задач. Итак, изначально цель была в том, чтобы перенести некоторое количество теории в командные и лабораторные работы, а мотивация основана на том, что в свободном доступе довольно мало инструментов, иллюстрирующих нетривиальную теорию автоматов. И если студент хочет разобрать на конкретных примерах какие-то свойства преобразований, то он либо встречает сложные для установки и использования академические решения, либо демонстрационные, которые порой бывают довольно тривиальными, то есть какие-нибудь десерминизации, минимизации или разрозненные репозитории с отдельными алгоритмами, но некоторые темы вообще никак не представлены. И студент хочет изучить свойства какого-то представления, открывает первую попавшуюся ссылку в гугле, самый красивый сайт выбирает, но часто бывает, что это какое-то тренировочное решение от разработчиков, они не гарантируют его корректность. И вот нам удалось найти несколько примеров, где явно видны ошибки в преобразованиях. Наш конвертер Чаполина принимает на вход список входных инструкций, интерпретатор включает в себя тайп-чекер, проверяет корректность входных и выходных типов и способен оптимизировать преобразования, удаляя лишнее. Как результат, пользователь получает отчет в формате LATCH с подробной теоретической справкой, графами, диаграммами, таблицами и другими визуальными элементами. Всего в конвертере реализовано более 60 преобразований. Он написан почти целиком на C++ и backend и frontend, так как изначально сложилось. И для дополнительного форматирования LATCH отчетов у нас написаны скрипты на рефале. Изначально поддерживались только регулярные языки, позже добавились и расширенные с поддержкой операций с памятью. И на самом деле инструментов, которые поддерживают такие языки, в открытом доступе вообще почти не удалось найти, хотя на практике группы захвата используются довольно часто. Что такое шаблон отчета? Этот отчет порождается во время выполнения преобразований. В нем заполняются поля различными значениями, графами, таблицами, числами. Сам шаблон представляет из себя файл LATCH, в котором на нашем мета языке расставлены метки, куда позже будут поставлены нужные элементы. Такая реализация позволяет обрабатывать преобразование независимо от устройства frontend и менять шаблоны тоже довольно легко. Но получается, что чтобы добавить новое преобразование, разработчику нужно изменить интерпретатор входного языка, обновить тайп-чекер, если добавлены новые типы, еще и шаблон вот такой написать, а иногда он гораздо больше. Но мы предусмотрели решение этой проблемы, реализовали автоматические инструменты, которые обновляют и порождают необходимый код и избавляют разработчиков от неприятного арабского труда. В процессе разработки мы столкнулись с проблемой тестирования. Дело в том, что не очень просто покрыть все кривые случаи юнит-тестами, и мы прибегали к так называемому метаморфному тестированию. Это техника, основанная на установлении связи между входными данными и результатами преобразований. И в нашей сфере эти связи можно установить, опираясь на лемы и теоремы из области формальных языков. А проверять это соответствие можно с помощью случайных данных, для которых реализованы параметризованные генераторы, то есть выражений и автоматов. Для корректной интеграции в репозиторию у нас реализована автоматическая сборка и тестирование на юнит-метаморфных тестах. Для контроля дисциплины кода используются линтеры, но, понятно, для рефала никаких линтеров существующих нет, поэтому отдельный проект — это создание такого экспериментального линтера для языка рефал-5. В итоге получаем такую довольно масштабную структуру проекта, который позволил покрыть множество концепций теории формальных языков и позволяет студентам на практике собственноручно обрабатывать интересные примеры и осмысленно их изучать. Кроме того, из-за того, что в проекте довольно много преобразований, некоторые из них взаимопроверяют друг друга, что в какой-то степени позволяет нам гарантировать точность. Ну, это точно можно сказать для разрешимых соотношений, для которых можно выполнить точную проверку. Но если соотношение неразрешимо, для этого реализован фазер, которым тоже можно его тестировать. Тем не менее, довольно много зависимости получилось. И, казалось бы, полезный проект для студентов, которые не могут там зачеты с помощью него сдавать, они ленятся его ставить. И поэтому логичным шагом стала разработка веб-интерфейса. Вот так вот он сейчас примерно выглядит. Здесь окно для ввода инструкций, всплывающий список доступных функций, генерация случайного входа. Здесь также можно передавать набор инструкций на вход, но получать уже не только PDF-документ, как раньше, но и страницу с таким же содержимым. Дополнительно реализовано сохранение автоматов в базу данных, чтобы их можно было использовать после в новых цепочках преобразований. И онлайн-редактор автоматов. Принципиально новой особенностью этого инструмента стала мультиформатность, то есть возможность экспорта и импорта таблиц и графов в различных текстовых форматах, что очень удобно для пользователей, если они хотят интегрировать такой элемент из другого инструмента, а везде используются разные представления. Вот мы проанализировали самые популярные, добавили их в проект. Так вот к базовому dot, который у нас с графизмом рендерится, и tix из лотеха у нас добавился свой язык DSL для задания автоматов, и его можно уже преобразовать в абсолютно любой из представленных на слайде. Помимо непосредственно учебных задач, проект удалось применить и в некоторых теоретических исследованиях. Этому очень способствует верификатор гипотез, который подобно метаморфным тестам принимает цепочку преобразований, где на место вот такой звездочки поставляются случайные объекты в наборе тестов и выделяется доля успешных и неуспешных проверок. То есть так можно проверять гипотезы. И нам вот, например, удалось найти некоторые недочеты в утверждениях из первой статьи о том, что из автомата Томсона можно получить другие виды недетерминированных конечных автоматов. Как оказалось, авторы использовали ряд неявных допущений и даже некоторые некорректные определения, но мы, модифицировав цепочки преобразования, уже смогли получить стопроцентный результат, хотя изначально были фейлы. Ну и вот такой алгоритм минимизации Бразазовски. Как оказалось, на практике не всегда применим корректно к автоматам с фиксированным единственным начальным состоянием. Бразазовски изначально подразумевал в своей теории, что у автомата может быть несколько начальных состояний, но этот алгоритм часто используется и для классических конечных автоматов, в которых такое состояние только одно. Ну и помимо этого, нетривиальная структура в представлении формальных языков в проекте позволила провести более глубокие исследования с последующей публикацией статей на темы анализа и DOS-атак на основе исследования полугруп преобразования регулярных языков и бессимуляции в конечных автоматах с памятью. Что касается дальнейших доработок, на данный момент контекст свободной языки в представлении стэковых автоматов находится на стадии внедрения. К сожалению, изначально мы разрабатываем монолит, и фронтенду приходится уживаться с бэкэндом, терпеть его долгие пайплайны вот этого метаморфного тестирования, поэтому нам предстоит их разделить и ускорить. Некоторые алгоритмы на данный момент реализованы не в самой оптимальной своей модификации и требуют более тщательного тестирования, а вот уже после этих доработок можно будет задуматься о создании собственного API, особенно в контексте веб-интерфейса. На этом все. Спасибо за внимание. На слайде QR-коды с ссылками на GitHub и наш веб-интерфейс. Может, я не совсем понял функционал вашей разработки, но вот, например, в сравнении с COG, средством доказательства теорем, и запрограммированием функционала Галина, вроде, да, Галина называется. Вы с ним сравнивали? Вроде, у меня сложилось ощущение, что ты довольно похож на функционал. Нет, совершенно не похож. Не похож? Я, к сожалению, даже не знакомился с такими инструментами, поэтому я не знаю. Больше, конечно, интересно получить какие-то кейсы полезные, потому что, на самом деле, у нас на Компенсию с Китокомп, например, лет 10 приезжал, помните, человек рассказывал про партинг в неркальное, универсальное представление. Вот, я забыл, как его звали. Перестал приезжать, что-то с ним случилось, например. То есть, что из этого получается? То есть, понятно, что вы написали там, использовали, кстати, какие-нибудь стандартные модули для работы с алгеброй, на связи с братья производного Бразовского, там на Питоне очень много модулей есть, и Эпсилон, например, вы все с нуля написали, да? У нас все эти преобразования написаны с нуля. В качестве интересного примера… В этим гордиться, да? Окей. Вы спросили по поводу того, каких результатов удалось достичь. Например, бессимуляция конечных автоматов с памятью, нам вообще не удалось найти каких-то статей и следующих ее, и мы с олиянием бессимуляции, нам удалось в большинстве случаев, когда это нетривиальное преобразование, ускорить партинг на 25% по таким автоматам. Ну, то есть, в основном, ваша работа – это брать какой-то большой конечный автомат, что-то с ним делать и пытаться как-то его фазить, да? Как-то так пытаясь прийти людей. Партинг – это просто такое самое практическое применение, а для теоретических исследований очень много преобразований, которые на практике, может, не применимы, а именно для решения задач исследования очень даже полезны. Ну, ладно. Наглядность, она умеет разворачивать эти преобразования? Ну, то есть, вы подаете на вход цепочку, получаете сразу ответ, или можно ее заставить так, чтобы все преобразования были подряд выписаны, чтобы это было все наглядно? Идет именно пошаговый отчет, то есть, к каждому преобразованию. Просто это на слайдах не было бы видно, а было бы очень интересно, на самом деле, вот именно такое. У вас сразу была подача и сразу ответ. А вот именно цепочка, как оно произошло, вот такое исследование было бы, ну, более наглядно для этого. Поэтому я и спросил. Спасибо. Так, еще вопросы? Ну, если вопросов нет, то поблагодарю. Ну, на будущее просто показать, как это выглядит. Мы на самом деле в прошлом году показывали. Я чуть-чуть чувствую, потому что я немножко связывался с автоматами, там, и private research там делал. Ну, на будущее. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Следующий доклад. Александр.